всем привет мы в игре диск элизиум раненые но не сломленные после разговора с руби я предлагаю перед осмотром ее пещеры переодеться в то что нам поможет обнаружить всякое то есть наблюдательность и у логика ну ладно вроде хватит отрицательных нету остальные у нас так хорошо опять аппарат на месте стоит оба на дрова амин не такое хотятение а их нету они где-то не в отдельном кармане лежат табли тосы но это здоровье пап шикаре это затопленная к причал а темная вода простирается докуда хватает глаз этим путем уйти невозможно она приготовила себе поридж морковку что ли с бананами примус примус москва швея мы все у нее помо забрали палатка ровная красная палатка стоит на распорках заглянуть внутрь палатка выглядит старой но в хорошем состоянии за ней следили во время пользования в темноте в темноте вкладки вы видите развернутый спальный мешок кухонные принадлежности несколько книг и керосиновая лампа стоит восприятие запах вы чувствуете запах сигарет направить луч фонаря на книги большинство из них в мягкой обложке разнообразные бульварные очтивы жанра ужасы на одной из них изображен моторный моторный экипаж который лежит погребенный в снегу а на другой карболь призрак воздушный также вы видите коллекцию магазинов радиолюбителей Ким Китсураги заглядывает в палатку через ваше плечо видишь что-нибудь посмотреть посмотреть магазины еженедельная рега журнал материальных науки еще какие-то технологические регулярные издания на одном из журналов отсутствует изображение на обложке это не совсем магазин это записная книжка Ким записная книжка взять журнал Рубин и получили обернутый коричневую кожу то есть обложку дневник Рубин еще один друг которому доверял остался позади но для нее нам нужно немедленно его прочитать желательно прямо сейчас ты говорит Ким требует примем а тут-то больше нет ничего журнал Рубин любовно перевязанный кожаной тесемкой также в кожаной обложке журнал фирменная на фирменной обложке выгравлена надпись Шнеллер выдавлена похоже это верный друг одинокого путешественника журнал Руби довольно толстый обложка потертая так как будто кто-то пользовал сиим регулярно и носил в заднем кармане брюк осмотреть обложку сделан из выделанной кожи нижний левый угол задней части несет гравировку Шнеллер Энциклопедия Шнеллер это название станции заправочных в Готвальде очень популярные среди архитекторов и инженеров концептуализация у нее хороший вкус и ко всему тому что она решила записать относиться нужно серьезно развязать тесенки которыми он связан журнал раскрывается в ваших руках он заполнен примерно на две трети с записями посмотреть между страниц вы видите смесь логических записей диаграмм личных впечатлений все пронумерованные и проставленные даты возле каждого хорошо что она убегала в спешке мы должны очень много узнать из этого журнала так во первых попробуем узнать что за логические построения она там хранила сложно сказать определенно в основном это записи сделанные в каком-то только ей понятном коде похоже что это контактная информация количество и направления в которых она двигалась в и должно быть полезная информация о местных операциях они скорее всего все записаны у нас есть младший сержант на станции который очень хорошо справляется с кодами после того как мы закончим журналом я могу передать его журнал передать ему что изображено на диаграммах какие-то экстравагантные радиотехнологии большинство из них отображает или имеет отношение к недавно изобретенному широтному компрессору наброски расчеты определение дистанции плотности излучения и вы можете узнать даже знакомые спиральные чертания насколько то есть когда был начат журнал насколько далеко он в обратную сторону простирается первая запись датирована 2 августа прошлого года и она очень простая я понимаю что мое положение очень шатко все что я могу сделать это попытаться сделать себя незаменимой и полезной до тех пор пока я не найду выход видимо и сложившейся ситуации помните помните никто не является или ничто не является никто не является незаменимым видимо так то есть видимо ранее высказанное нами предположение что она в сложном положении каком-то находится и не управляет событиями в которых она вовлечена он находит подтверждение то есть она действительно была вовлечена и ради собственной безопасности старалась сделать так чтобы она была нужна тем людям от которых зависело и сама себе напоминала что пока не найден выход надо стараться потому что никто не является незаменимым ее могут в любой момент брать давайте посмотрим что она записала в день когда был убит Лили 4 марта нет записей 5 марта ну это вернулось ко мне и здорово клюнуло в задницу я крайне надеюсь что власть облажается с этим но вряд ли но на самом деле это уже не имеет значения логика она относит эту запись к своему предательству предыдущего работодателя означает ли это что она поступила или сделала это что-то для из целях самообороны если записи по лапута мадре насколько вы можете видеть это имя не упоминается в записях лёгко удивление а вы бы а ну не удивительно что не упоминается вы бы стали писать такое имя своем своем дневнике вы видите м может быть это лакута мадре а может быть м обозначает 9 число марта 9 15 читаем записи с 9 марта сначала отлично мистер пион ну это как батрак то есть чей-то наемный рабочий так еще и пьяница прибыл в город без сомнения для того чтобы расследовать казнь но также я чувствую это хребтом для того чтобы в конце концов пристроить пулю мне в голову в то время как я буду стоять около своего грузовика наперекуре но я не хочу свернуть себе шею постоянно оглядываясь по сторонам и через плечо и через плечо это не то что я постоянно делал после того как получила звонок ошибка с глинами это невозможно я бы никогда не стал убивать людей по заданию босса мафии эта мысль неожиданно натягивает ваши нервы успокаивает ваши нервы журнал перестает дрожать в ваших руках читаем 12 марта заперта здесь уже три дня я привыкла быть одна но теперь я даже не знаю когда мне можно будет выйти наружу если я решусь на это они все равно будут преследовать меня конечно я сделал ставку на доверие лучших людей например ребят харди но опыт подсказывает мне истык многоточие что надеяться особо не нужно чувствует ли лопата лопата мэрды действительно что я его предала считает ли он так я чувствовал угрозу он должен это понимать он угрожает людям и когда он начинает ему угрожать люди пытаются себя защищать даже я это знаю экономические показатели прежде всего сейчас нужно выжить я все еще могу слушать его голос в приемнике слегка отдающий пластиком запись неожиданно прерывается какая запись самая последняя сегодняшняя и она гласит даже если я уйду отсюда если уйду отсюда живой куда мне идти дальше дальше все равно буду привлечена как участница повешения даже если меня напрямую не обвинят в убийстве что было бы верхом неприятностей что мне делать всегда бежать это не то чем бы я хотел заниматься всю жизнь я на самом деле хочу победить в этой ситуации то есть выйти из не победительницей задание получили новое поискать руби на побережье а это мы завершили задачу найти руби на побережье лейтенант стучит пальцем по странице дневника выглядит все так что она была ну framed это типа как поставлено в рамке было поставлено переслышившимся фактом то есть не могло действовать иначе это может быть первую очередь последнюю но кто считает очень редко кто-то попадает подав по-настоящему безвыходную ситуацию или может быть фреймд ее подставили т.е. она жертва подстановки И кстати, Аманда, ведь она ее подставила Она сделала вид, что мы ее разговорили На самом деле она сказала, что вот она так быстро сообразила Все это представила в виде казни А ведь Руби сказала, что это Аманда Все продумала Если она этого не делала, то возможно Это хорошо, что мы не охотимся за ней То есть не преследуем И не поймали ее Ким, я действительно агент Лапута Мадре Ким Китсураги смотрит Некоторое Несколько мгновений вам прямо в глаза Затем вздыхает Нет, не похоже, что ты Я думаю, что ты не являешься его агентом Но совершенно поделенно кто-то хотел тебя представить Как такового драма Он действительно не верит в том, что вы агент Лапута Мадре Возможно, ему не следует быть настолько доверчивым Если она этого не сделала, может быть хорошо, что мы ее не поймали Я бы не стал делать настолько далеко идущих выводов Говорит Ким У нас есть и другая причина для ее ареста Перевозка Он хмурит брови Кроме того И я думаю Не думаю, что ее жизнь Беглянки будет Намного лучше Чем если бы мы ее забрали с собой Особенно если у нее действительно проблемы с Мадрой Так кто тогда убил Лили Если не она Это мог быть Титус И он задумывается Но никто не слышал выстрела Ну не знаю Титус больше меня не обманет Выглядит логично Но Я не вижу подходов Зацепок Повод Ну пускай ревность Он здоровый Он мог подняться на крышу Потому что сзади есть лебедка И спуститься там Даже если внутри нет прохода Если он замешан То тогда Будут молчать все И про дверь И про то, что он отсутствовал Если дверь открывается И нам просто Гартни говорит Но это все настолько Даже не то, что косвенное А просто какие-то вот Очертания Теории И Остается вопрос Выстрела Нам нужно исследовать Остров Если мы Найдем следы Снайпера на острове А нам нужно Титус не подозрение Так что Я выберу ответ Что ведь Выстрел Никто не слышал А может быть С ними заодно Действует Какой-нибудь еще Один парень Харди С которым мы до сих пор Еще не встречались В любом случае Нам нужно За ним приглядывать Новая задача Вернуться в гостиницу Не сейчас И Одна вещь Вырисовывается Совершенно Определенно У нас Есть дела В гостинице Вопросы Которые нужно задать И нам Нужно Заняться Этим Три очка Это хорошо Я вот Подумал У нас риторика Ага 8 У нас контейнер Железный Который открывается Разговором Может быть Уже Пора Но там Нужно Плюс 15 Я думаю Это не первый Необходимости Дела Вернуться В гостиницу И Являйтесь Левые Служителем Слугой Лакута Мадры Не можем Об этом подумать Очень много О чем интересного Хочется подумать Но у нас Мало ресурсов В палатке В палатке Больше ничего нет Изучить Изучить записи Крупный Размашитый Почерк Кто-то Писал Очень быстро И разборчиво А наоборот Наверное Много Фраз И даже Многоцельные Параграфы Пересекают Поля И Даже Есть Исправления А иногда Записи К краю бумаги Так Ну Скученные Очень А ну То есть Это все Что Может быть Есть что-то Перперсональное Очень Мало Сухие Наблюдения Людей Мест Какие-то Зарисовки Возможно Дело для того Чтоб как-то Скоротать Время В дороге Также Похоже Были Попытки Обдумать Какие-то Тяжелые Решения Есть Несколько Записей Со множеством Вопросительных Знаков Вы Чувствуете Запах Предательства Борьба За власть Всегда Пахнет Ими Снова Посмотреть На дужку И убрать Ну все Время Час Я думаю Нам пора Спать Здесь мы были Везде Тем более Мы рядом Находимся Просто Я боюсь Что Сейчас Никто Уже Нас Никуда Не повезет Главное Чтоб Нас Час Не задумали Подстрелить На всякий случай Сохранюсь Кто Скажет Придумал Я Нет Все В порядке Я не знаю Есть ли смысл Ночью Осматривать На самом деле Время не ждет Так В церковь Мы не идем Но если ложиться Спать Не потеряем ли Мы время Такое важное Абуленция Час ночи Кому не спим Старая женщина Все-все Сидит На своем Кресле То есть Занимается Стиркой И что-то Себе Бормочет Восприятие Слух Вы слышите Как Легкое гудение Электричества Смешивается С легким Шумом Океанских Волн В ночи Энциклопедия На этом месте Должно быть Название Песни Вы должны Спросить ее Об этом Прямо сейчас Вы все еще Не спите Да Я на самом деле С трудом Теперь сплю В лучшем случае Несколько часов За ночь Так происходит Когда ты Становишься Когда ты Стареешь Она Помешивает Воду В чане Мой Вам Совет Не делайте Этого Не становитесь Старше Чем Вы Есть Сейчас Вы Уже Достаточно Взрослый Она Улыбается Это Причиняет Вам Какой-то Дискомфорт Какую Песню Вы Напевали Про себя Колыбельная Которая Моя мама Пела Мне Я ее Пел И своим Детям Тоже Это Старая Самаранская Детская Песня Как она Называется Отдайся Ночи Отвечает Она Медленно Раскачиваясь Зад и Вперед Концептуализация Это Это Довольно Песня Старшилка Для детей Даже Если Это Колыбельная Она Странная Мне Не нравится Звучит Мило Да Кивает Она Так И Есть Суларам Суларам Ага Это Есть А Джойс Тоже Есть Ну Мы Конечно Поплывем На Яхте Ага Отратуйте Нет Новых Поговорим О казни Нет Ничего Давайте Поговорим Про лодку Тоже Не Про цену Говорит Я Сейчас Просто Вот Сяду И Погребу Потому Что Нам Надо Лилей Ну На Все Все Продолжение Вовлю Не угасну Скоро Пойду В море Никого Мы Пока Что Не Ищем Отличный Меч Ей Определенно Очень Нужно На Свидание Но Это Тупик Получается Трудовых Резервов Морских Я Б Сказал Морской Флот В Опасности Еще Лодка Где Т Была Я Надеялся Что Они Нас Отвезут На Ту сторону Если Сейчас Идти В Гостиницу Там По Моему Как Нам Говорили После Девяти Мы Можем Ложиться Спать А После Двух По Моему Ночи Вообще Никого Не Остается То Все Ложаться Но Я К Титусу Хочу Идти Уже Бывав На Острый Потому Что Мы Будем Знать Стреляли Оттуда Если Нет Да Или Нет Потому Что Если Не Стреляли Значит Стрелка Нужно Искать В Городе Возможно Даже В Гостинице Тогда Это Или Титус Или Гард Или По Каким То Причинам Хотя Группа Прибыла Позже Опять Же Не Факт Или Сама Аманда Если У нее Пистолет С глушителем А я Думаю В ее Положении Если Все Как Она Рассказала Так И Обстоит Дело Она Любые Деньги Отдала За Подобное Оружие Или Или Просто Лечь Спать Не Получится Ли Так Что Завтра Мы Проснемся В Городе Война Уже Четверг Вернитесь в гостиницу После Того Как Вскрылись Все Обстоятельства Кто-то Должен За Это Ответить То Есть Мы Все Так Будем Думать Что Это Титус Руби Сказала Что Вы Известный Продажный Полицейский Лакута Мадре Агент Лакута Мадре Именно Поэтому Она Вас Так Сильно Испугалась А Когда У вас Появится Шанс Позвоните На Свой Участок Чтобы Узнать Больше Если Конечно Вам Есть До Этого Дела С Битом Помочь Кстати Забыл Тим Есть Предположение Что Сейчас На Участке Находится Только Дежурный Если Мы Ему Позвоним Он Не Будет Стеснен Обстоятельствами То Есть С Нами Стеснялись Разговаривать При Всех А Сейчас Все Дома Один Дежурный Может Нам Ответит Ломбард Не Работает Уже Стоять Стоп Сейчас Самое Время Для Трибунала Для Чего Кризис Смерть Вы Можете Почувствовать Это Что Мне Делать Приготовиться Будьте Уверены Что Ваша Перечница Вас В руке Взаимодействие Ваши Пальцы Рефлекторно Выхватывают Ложатся На Рукоятку Велиги Родители Метрова В вашем Кармане Неужели Они Теперь Будут Нас Встречать Именно Поэтому Нас Предупредили Что Взаимодействие С ними Будет Невозможно Я Буду Драться Голыми Руками Если Придется Я Не Совсем Уверен Что Готов Встрече С Тем Что Лежит Впереди Лейтенант Кмурит Брови Значит Сам Лучше Приготовиться Говорит Он И Затем Быстро Добавляет Что Бо Не Случилось Я Прикрываю Тебе Спину А На нас Броня Отлично Восприятие Мы Оставим Координация У нас На Максимуме База 2 Можно Прибавить У нас Тогда Будет 3 очка Но Пока Нет Так Эмпатия У нас Минус 1 В Остальном Вроде Бо Все Норм Эмциклопедия Минус 1 Нет Эмциклопедия Нам Не Понадобится В таких Очках Никогда Не Попадем Начну Без очков Идем Half-light Может быть Одеться В Half-light Но Все-таки Угрожать Людям Но Титус Им Бесполезно Угрожать Что там Вместо Магнитофона Шапка Плюс Логика Минус Убедительность Шапка Один раз Спасла Вот Эмпатия У нас Маленькая Полные Два Всего Ох Блин Они в броне Оба стоят Картнайр Я весь Киплю Ну Дерьмом Который из меня Просто Льется Через край Видимо Он Так Ненависть Свою А это Кто Третий Третий Сидит В броне Эти Полностью В броне И Третий Сидит От Третьего То Не Стоп 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 Джойс Говорила Что Их Трое Но Я так Понял Третий Был Полковник В его Глазах Вы Видите Лихорадочные Огни Добро Пожаловать На Ну Реконинг Видимо Расследование Потому что Это Как Разведка Но Видимо Здесь Теперь Расследование Опустите Ваши Долбаные Пистолеты Где-то Сохранять Спокойствие Люди Могут Пострадать Нам же Нужно Об Поговорить Картнайр Кричит Заткнись Тебе Не Удастся Отговориться Отболтаться От этого Лоин Клосс Шит Фак Оскорбление Он его Называет Президительным Аборигеном В худшее Значение Того слова То есть Которое На бедренных Повязках Ходит То есть Типа Не удастся Тебе Ничего Выболтать Себе Прощение Восприятие Взгляд Вы Видите Наемника На Воротах А Это Он Наемник Которого Видели У ворот Его Грудь Сдымается Под Керамической Керасой Его Пальцы Лежат На Спусковом Крючке Его Оружие Ким Что тут Происходит Ким Конечно В курсе Что тут Происходит Ничего Ничего Ирриверсабельного Не случилось Елизабет Пытается Вступиться Она Говорит Что Все Это Одно Большое Недопонимание Еще Ничего Непоправимого Не Произошло Вы Можете Просто Вернуться В свой Отряд И Забыть Обо Все Что Здесь Произошло Это Худшее Что Она Могла Сказать Они Здесь Не Туристы Их Ведет Месть И Сказать Им Ну Просто Ну Забудьте Что Здесь Произошло Тем Более Они В позиции Силы Стоят И Разговаривают А Она Как бы Делает Отдолжение Типа Вы Погорячились Идите Отсюда Нафиг Я Думаю Она Сейчас Если Сразу Не Дострелит То Очень Жестко На Место Поставит Депиюль Это видимо А вот она Да Наверное Это она О Смотри-ка Абориген Снисходителен Желает Посеять Между нами Раздор Что И сделать так Чтобы мы просто Забыли о том Об убийстве Об убитом И Казненном Нашем Командире Ее Тон Пугающе Спокоен Я думаю Мы должны Убить Всех Их До единого Корти Вы все Пьяны Придите В себя Голос Элизабет Звучит Очень Уверенно Вы Не можете Убить Семь Человек Просто Посреди Улицы Это Не Прифронтовой Город И уж Тем более Не какой-то Там Фордпост В джунглях Изи Лиззи Голос Голос Титуса Почти Нежен Позволь мне С этим Разобраться Я знаю Парней Подобного Рода И я уверен Что мы сможем С ними Прийти к Мирному Соглашению Так ведь Ребятки Ну Феллост Типа Приятели Властность Он Стоит Перед Многократно Превосходящими Его Силами Противника И он Знает Это Вот это Кто Такой Рут Хункулевин Мирный Звучит Так как будто Фигура В В латах Ну Типа Как Сипит Или Плачет Ага Человек В маске Восприятие Слух Мы пропустили Что-то Поселился В вашем В вашей Долбанной Бездонной Дыре Как Маленькая Дикая Мышка Человек В маске Слова Его Едва Различимы Но вы Все еще Можете Слышать Их Кинкицарага Это Третий Как мы Могли Упустить Подобное Лейтенант Указывает Пальцем На Фигуру Шлеме Координация Третий Самый опасный Из всех Очень Ну то есть Хэви Армид Серьезно Вооружен У нас нет Времени Это Что нам делать Прошептать Большой Это Наемник Который Толкался У ворот Он Их Лидер Стоять Это Милиция Встать Между Ними Если Мы Встанем Между Ними И Они Сразу Не Откроют Огонь То Самое Максимум Что мы Можем Сможем Выжать Эти ситуации Это Сдать Питуса Указать Что это Он Виноват Во всем То есть Они Убьют Только Его Но На самом Деле Скорее Все Они Убьют И Нас И И Если Мы Не Связаны Как То Действительно Лапута Мадра Если Это Не Слух Который Про Нас Распустили А Мы Имеем Какое То К Нему Отношение То Нас Побоятся Трогать Большой Человек Это Лидер Я Согласен Почему Кому-то С Кимом Главный Это В маске У него Еще Какая-то Шляпа Как У Дон Кихот Он Самый Он То Что Он В маске Говорит О том Что Он Скорее Всего Скорее Всего Изуродованный То Есть Бывалый И Значит Он Командир Самый Опытный Самый Бывалый Голос У Него Такой Чуть Лизнистарческий Но С другой Сторон Он может Быть Просто Снайпером У У Нас Нет Времени Это Прошутать Киму Здоровый Это Мужик У Ворот Лидер Забастовщиков Ким Кивает Если Дело Дойдет До Перестрелки Его Нужно Будет Убирать Первым Ким Ты же Видишь Они С ног До Головы Не Только Без Шлема Стоят Стрелять Не Бесполезно Логика Звучит Как План Лидер Он Прошептать Сваливаем По Тихому Мы Не Можем Свалить По Тихому Мы Полицей Ким Я единственное О чем Жалею О том Что Мы Тебе Броню Не Нашли Останься Здесь Всем Оставаться На своих Местах Это Полиция Потеряйся Клоун Вы Менты Уже Получили Свой шанс Теперь Время Для Настоящей Справедливости Он Облизывает Губы Размахивает Оружием В сторону Людей На секунду Он теряет Равновесие И Отклоняется Назад Долбаные Свиньи Единственное Слово Которое Сипой Может Из себя Выдавить Я вижу Вы пьяны Он Держит Ружье В руках И Я Сто процентов Уверен Что Стрелял Он А как Тогда Картину Замкнуть Они Мстят За человека Которого Сами Жигубили Или Или Они Двое Не Знали Успокойтесь Никто Не Должен Сегодня Здесь Умереть Одно Неосторожное Движение И Ну то есть Я Вами Займусь Я Вас Вынесу Я Вижу Вы Пьяны Женщина Не Пьяна Она Совершенно Спокойна Этот Тоже Не Пьян Он Мыслив Свои Формулирует Вполне Отчетливо И тем более Он Снайпер Он Ему По работе Не положено Там Чтобы Сделать Выстрел Даже Ловят Момент Между Ударами Сердца Чтобы Рука Не Дрогнула Не Дернулся Именно Палец В момент Спуска Человек Который Пьет У него Руки Совершенно Иначе Сели Ведут Там Захочешь Не сможешь Выстрелить Нормально В общем Он Точно Не пьяный Она Не пьяная Этот Возбужден Но Это Может Быть Просто Адреналин Потому Что Стрелка Такая И тем Более Он Лидер Ему Нужно Постоянно Держать Накал Чтобы И Эти Эти Страхи Держать И Свои В тонусе Были Спокойнее Никто Не должен Сегодня Здесь Умереть О нет Кое-кто Здесь Сегодня Умрет Не Не мы Это Начали И Не Мы Все Это Затеяли Эти Отбросы Повесили Его Так Чтобы На Обзор Всему Городу Она Тоже Путевоньку Заводится Не Не хочу Я В общем Она Говорит Что Никто Сегодня Никого Не Убьет Давайте Опустим Оружие И Поговорим Как Цивилизованные Человеческие Существа Эти Обезьяны Выкрытую Называют А ты Говоришь Давайте Поговорим Вас назвали Просто Обезьянами С вами Никто Не Собирается Разговаривать Ну То Что Она Участвует В разговоре Тоже Неплохо Они Ее Если Игнорировать Не будут То Внимание У них Все Так Между Нами И Ей Распределиться Они Немножко Немножко Заколебляться Риторика Только Что Мы Это И Сказали Похоже Что Она Не Понимает Всей Серьезности И Ситуации Не Сдав Ни Одиного Слова Снайпер Заряжает Своё Ружьё Из Углозатвора Он Стрелял Нам Нужно Сказать Их Командиру Что Стреляли Из Винтовки Я Практически Уверен Что Вот Этот Стрелок Я Не Знаю Как Это Все Сходится Но Стрелок Он Лидер Дает Маленький То есть Маленький Знак Человеку В шлеме Неожиданно Вы Чувствуете Что Ваша Рука Необъяснимо Комфортно Лежит На руках Вашего Пистолета Такое Ощущение Что Она Как будто Говорит Делай Координация Стреляй Ему В рот Убей Его До того Как Он Выстрелит В тебя Риторика Нет Стой Хорошо Что У тебя Есть Пистолет Сначала Нужно Использовать Аргументы Сейчас Самое Время Фактов Фактами Их Ашараш Убедительность Даже Если Дело Дойдет До Боя Все Хорошая Идея Заранить В них Сомнения До Этого Пусть Они У них Свербят Под Кожей Еп Апонский Мотороллер Спокойствие Я не знаю Что там У него Будет Зудеть Под Кожей Но Что Если Он Кое Что Поместит Под Твою Допустим Адреналин У вас Такой Что Вы Едва Сдерживает У вас Самого Чуть Руки Ходом Не Ходит Риторика Придумать Аргумент Поговорить О Повешенном Ага Можно Выстрелить Просто Мы Знаем Про Броню И Воспоминания Где Аманда Она Может Все Объяснить Белые Сосны Это Не Добрят Белые Сосны Это Наемная Организация Эти Люди Белые Сосны Так же Воспринимают Как Вот Этот Люди Которые Тут Стоят То есть Они Никто Для Них В Этой Ситуации И Деньги Для Ничего Не Решают Это Совершенно Другие Люди Это Кто Указать На Снайперы Я Не Знал Что У У У У У У Слушайте Они Этого Не Делали Вы Все Пьяные Посмотрите На Себя 97% Надо Сказать Что Лили Был Убит Из Винтовки Придумать Аргумент Вот Это Было На Тоненького И И Вот До Чем Мы Докатились Это Незаконный Суд Кремль Никогда Бо Этого Не Одобрил Начальников Отряда Наемников Кто У вас Командир Шаг Вперед Скорость Реакции У вас Есть Только Один Шанс Подкрепить Свои Слова Использовать Этот шанс С умом Кремль Не давал Вам права Вершить Самосуд Раньше Назывались Донуэлом Что Случилось Одинственный Вопрос Кто Берет На себя Командование После Того Как Погиб Ваш Полковник Сглотнуть И Ничего Не Сказать Тим Блин Я был бы Спокой Если бы Он Вот Тут Стоял Но Единственный Вариант Который Вот Только Начинает С Концами Сводиться Это То Что Вот Он Убил Полковника Чтобы Стать Главным Хотя Нервничает Больше всего Командир Командир Он Теперь Вот Этот Командир Вот Это Все Ерунда То Что Кремль Не Давал Там И так Дали Мы Не знаем Давал Не Давал И Он Он Этих Людей Знает Он По Хорошему Даже Не Стал Разговор Об Этому Заводить Это Было Так По Умолчанию Было Получено Зарешение Так Что Единственный Вариант Это Спросить Из Них Кто Берет На Себя Командование Взял Уже На Себя Командование После Смерти Полковника Корд Говорит Что Я На Службе У Кренеля Больше 15 Лет Непрерывного Боевого Стажа И Когда Мой Полковник Был Повешен Стадом Обезьян Я Взял На Себя Командование Отрядом Как Старший По Званию То Есть Ты Старший По Званию Из Вас Троих Нет У У Меня Просто Самая Большая Пушка Он Бьет Себя Рукой По Керасе В Грудь Координации Технические Самое Большое Оружие У старика Но Сейчас Мы Не Об Этом Как Лидер Группы Отмените Ваше Решение Нет Нужды Чтобы Все Это Превратилось В Кровавую Баню Успокойтесь А Каков Самый Высокий Ранг Самого Высокого Звания В Кренеле В Их Организации То Мы Пытаемся Вывести На Идею Что Они Над Ним Все Есть Какое Еще Начальство И На Самом Деле Кренеле Вот Эта Организация Может И не Одобрить То Что Тут Происходит Потому Что Они Получается Движимые Эмоциями Вовлекают Ее Войну Практически С Целым Городом А Это Для Работы Очень Плохо Это Хороший Вариант Как Лидер Этой Группы Отменить Ваше Решение Нет Необходимости Чтобы Все Это Превратилось В кровавую Баню Аргументы Но Он Вменяемый По крайней Мере И Я больше чем уверен Он не пьяный Он На адреналине Успокойтесь Каково Самое Большое Звание В Кринели Он скажет Ваш Твое Какое Дело То есть Это Разговор Но Он Невнятный Сейчас Нужно Прям Каждое Слово Это Как Вот Свая Вбитая Оно Должно Быть Определенным И Служить Точкой Опоры Для дальнейшего Разговора То есть Что-то Жесткое И мы Прямо Говорим Отметьте Ваше Решение Нет Необходимости Превращать Все это В кровавую Бойню Кортный Да Но Понимаешь Он Улыбается Я хочу Чтобы Оно Все Закончилось Кровавой Баней Риторика Не Очень То Получилось Но Он Задумался О чем То Еще И Убрал Руки С оружия Что-то Вы В нем Зацепили Риторика Сейчас Главное Не делать Резких Движений Скажите Ему Что этот Человек Не Совершал Преступления Это И что Есть Мирный Способ Решения Ситуации Разговорили Его Красная Проверка Ну конечно Он его Застрелит А Это Просто Застрелить Вот Этого Где Аманда Она Может Все Объяснить Так Всего Здесь Два Варианта Слушать Они Этого Не Делали И Где Аманда Она Может Это Все Объяснить Теоретически Да Потому что Она же Сразу Спустилась Вниз И там Был Титус И если В общем Это Реальная Возможность Убедить Их Что Титус Был Внутри И он Не мог Совершить То что Произошло Где Где Аманда Она 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 Прояснить Ситуацию Это Еще Блин Кто Такая Ким Китсураги Класси Женщина На верхнем Этаже Где Она Гард Менеджер Кафетерия Она Съехала Менеджер Кричит С балкона Он Стоит Смотрит Спокойствие Он Не Вооружен Сутулиться Но Держится Собрано Видимо Так Гард Ты Какого Тут Вообще Делаешь Что Я Делаю Мое Моя Гостиница Практически Под Огнем Он Указывает На Вооруженные Фигуры Ты Знаешь Сколько Окна Стоит Что Ты Имеешь Ввиду Аманда Съехала Просто Пропала Ее Комната Чистая Так Словно Бы В ней Никого И Не Было Она Такая Же Чистая Как И Была По Ее Прибытии Ким Китсураги Надо Было Нам Ее Арестовать Лейтенант Шепчет Но Его Глаза Все Еще На Вооруженных Наемниках Находятся Корт Кричит Эй Бушмен Вены На шее Вздуваются От Крика Твой Слушайте Эти люди Не Совершали Преступления Да А Кто же Он тогда Совершил Мне Нужно Немного Времени Чтобы Это Выяснить Это Был Кто-то Другой Тот Кто Сейчас Здесь Не Присутствует Если Мы Скажем Что Нам Нужно Время Чтобы Это Выяснить Он Скажет У вас Уже Было Достаточно Времени А мы На Остров Не Попали Причем Не Было Никакой Возможности А нам Туда Надо Я Больше Чем Уверен Вот Это Мудло Замешано Ружье У него Очень Хорошее Я Думаю Это Был Титус Я Думаю Это Было Классе Думаю Это Было Руби Я Думаю Это Был Я Это Не Мы Мы Приехали Позже Это Не Руби Совершенно Другой Человек Титус Класси Возможно Это Был Кто Другой Кто Сейчас Здесь Отсутствует Если Есть Другой Который Стрелял Если Допустим Это Не Этот Мужик С Веслом То Мы Должны Представить Доказательства Если Мы Скажем Что Нам Нужно Еще Немного Времени Чтобы Это Выяснить Есть Шанс Что Он Обломит Если Если Скажем Что Был Кто Другой Кто Здесь Не Сейчас Он Спросит Кто И Может Быть У У Нас Появится Возможность Ставить Аргументы По Поводу Того Что Мы На Крыше Видели Откуда Могли Стрелять И так Далее Я Думаю Что Был Кто То Еще Кто Сейчас Здесь Не Присутствует Мне Нужно Еще Немного Времени Чтобы Это Выяснить Это Честнее Будет Время У Тебя Уже Было Время Чтоб Здесь Околачиваться Около Долбанной Церкви Она Указывает На Залив Чтобы Прислуживать Своему Шефу Главе Союза Я Тебя Видела Кортнин Говорит Время Вышло И Я Требую Ответа Сейчас Назови Мне Имя Я Думаю Это Был Титус Коси Руби Это Был Другой Человек Который Сейчас Здесь Отсутствует Как Удобно А Нет Он Смотрит На вас Мутными Глазами То есть Он Пьяный А Затем Ложит Своё Оружие На Пистолет Он Стрелял С Большой Дистанции Это Был Снайперский Выстрел Многие Люди Могли Бы Забраться На Крышу Например Гард Менеджер Кафетерия Вот Он Кстати На Балконе Не стоит Вообще То Это Был Один Из Ваших Хорош Он Был Убий С Большой Дистанции Это Сделал Снайпер Надо Подвести Вот К Этому То Сначала Сказать Что Был Снайпер Но Вот Этот Вы Понимаете В чем Опасность Ситуации Может Быть Он Только Один Ответ То Любой Ответ Может Быть Последним Вообще То Преступник Здесь Но Что У нас На Него Есть Кроме Винтовки Мы Увидим Первый Раз И Вообще Мы Первый Увидели Элизабет Когда Вышли Из Гостиницы Садовнических Рукавицах Она Сказала Она Садовник А Всем Известно Убийца Садовник Но Уже Поздно Этот Вариант Предлагать Давайте Попробуем Немножко Вы Выграть Еще Времени Выстрел Был Произведен С Большой Дистанции Его Убил Снайпер Ты думаешь Я Тупой Вы Видите Очень Опасный Блеск В его Глазах А что Если Я Прямо Сейчас Приселю Одного Из твоих Приятелей Он Наводит Пистолет На Элизабет Как Насчет Этой Кептянки Еще Раз Мне Скажешь Об Долбаном Снайпере Элизабет Молчи Вы Слушайте Пожалуйста Она Поднимает Обе Руки Этот Полицейский И его Долбанный Суд Ну Не Хотел Сказать Что Кто Ничего Не Говорить Но Уже Без Вариантов Кто Мог Подумать Что Нам Логика Понадобится У Нас Была Шапка С Логикой 92 Чуть Получше Почему Он Мне Не Верит Логика Харди Харди Бойс Убедили Его В том Что Человек Был Повешен Всех Вообще Всех Все Говорили Это Китус Говорил Что Мы Взвели Его На На Спину И Повесили И он Говорил Это Громко В Публичном Месте Слушай Его Застрелили Он Не Был Повешен Стой Они Не Признаются Слушай Его Застрелили Он Не Был Повешен Слушай Что Я Говорю Корт Ты Лжешь Деполь Это Слышала Он Не Пистолет В руке Его Не Шелкнулся Координация У него Кейжин Модель 40 Револьвер 8 Пуль Ствол Медленно Гуляет В Его Руке От Сердцебиения Ким Китсураги Вы Вы Слышали Они Говорят Что Мы Слышали Что Они Хвастались Всем В округе Об этом Говорили Ким Говорит Что Вы Слышали Лож Лейтенант Кричит Она И Эти Люди Помогали Нам Найти Стрелка Повешение Было Только Прикрытием А Садовница Даже Не Одна Из Них Что Б Им Признаваться Что Не Угут Повешение Было Только Прикрытием Слушай Меня Долбаный Лжец Корт Нажимает На Курок Облако Огня Вырывается Из Его Пистолета Восприятие Слух Вы Услышали Звук Отразил Отозвался Ваших Ушах Легким Звоном И Затем Кто-то Из Ребят Харди Закричал Элизабет Элизабет Обернулась Выстрел Пуля Пролетела Рядом С ее Головой И Разбила Маленькое Окно В стене За ее Спиной Корт Смотрит На Свой Револьвер Улыбается Я Промахнулся Координация Это Неправда Он Намеренно Целился Выше Ее Головы И Стрелял В окно Вы Получили Еще Один Шанс Переведить Его Всего Лишь Одну Секунду И Не Надейте Что Он Промахнется Еще Раз Я Знаю Что Я Слышал О Кортни Радио Оператор Смотрит На Командира Они Сказали Что Они Его Убили Они Говорили Что Это Хороший Способ Завершить Вечер Воскресенья Если Стреляла Вот Это Говно С Веслом Это Могла Быть Она Могла Испонять Второго Номера Роль Потому Что Один Такой Человек Выстрел Не Может Сделать Мы Уже Это Обсуждали Но Возможно Она Искренне Заблуждается Риторика Звучит Не очень хорошо Вам нужно Сейчас же Изменить Тему Разговора Или Будет Еще один Выстрел Физические Инструменты Какую Еще Тему Разговора Уже Стрельба Началась Сначала Действовать Иначе Будет Поздно Потому Что Сейчас Только Что Был Последний Звонок Можно Попытаться Его Убить Это Будет Ошибкой Поговорить Об этом Человеке Никакого Права Мы Не Не Разговаривать И Мы Не Можем Вернуться К Тому Вопросу Что Стрелок Среди Вас Но Единственный Вариант Это А Кто Это Такой Указательный Человек С Ружьем Я Не Знал Что У Вас Есть Третий Рут Рут Убийца Снайпер Женщина В броне Улыбается Опасной Улыбкой Это Рут Киллер Хонт Клоун Он У нас Не Очень Разговорчивый Я Из Вас Всех Дерьмо Выпущу Убийца Убийца Так Что он Сказал Все Ваши Долбаные Патрахи Наружу То есть Канс Это Грубое Название Женского Полового Органа То есть Все Ваши Наружу Киллер То есть Снайпер Что важнее Ладно Киллер Потому что Нам нужно Именно Его умение Стрелять Причины Мы будем Искать Потом Убийца Стрелок Он Указывает На себя Радист Показывает На женщину Снайпер Он Указывает На фигуру Полностью Керамической Броне А Это у него Шлем Этот Так выглядит Шлем Эти Это двой Без шлемов Мы тоже Шлем Не нашли Это шлем Так выглядит Как ты Думаешь Чем Он Занимается Восприятие Взгляд На Ободке Его шлема Вы можете Увидеть Цифра 19 20 21 Я тоже Убийца Так Подсчитать Фигурки То есть Они наклеены Фигурки Там Что ли У него Ты думаешь Ты думаешь Ты крутой Эти убийства Ничего не значит То есть Ненужные Присматривая Присматриваясь За конями Типа На конюшне Работает Нет Он убивает Как ты думаешь Чем занимается Снайпер Он убивает Он убивает Умный Корт смотрит на вас Слезачимися глазами Он Прирожденный Убийца Настоящий Солдат Апокалипсиса Блин Неужели За то Что мы Выбрали Неправильный Ответ Тогда Не сказали Что он Среди Вас Нам придется Убивать Кортни Но это Бессмысленно Можно Ставить Молча В надежде Что ничего Плохого Не произойдет Да Блин Но мы Должны были Испробовать Сначала Тот Вариант Белые Сосны Это Не Не Одобрят Но не Скажет Да Имели Мы Ввиду Но Больше Нет Вариантов Ты Думаешь Мне Сделать До Того Что Эта Долбанная Компания Подумает Кортни Смеется Он Смеется Во все Горло Мы Работаем Вместе Компании Не Знает Что Вы 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 Не В Этому Сообщили Белые Сосны Не Простят Вам Того Что Вы Устроили Не Простят Вам Смерти Невинных Людей Целая Группа Мы Работаем Вместе Видимо С Компанией И Мне Сказали Что Вы 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 Под Контроля Белые Сосны Не Простят Вам Убийство Невинных Людей Мужчина Или Просто Стоять Молчать Молчать Они Начнут Стрелять Сказать Что Мы С Ними Работаем Крайне Маловероятно Что Это Сработает Но Есть Какая-то Толика Мы Вместе Работаем Она То есть Представитель Компании Знает Что Вы 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 Сказала Она Свалила Тупой Ты Ублюдок Он Указывает На Море Отвалила Пять Минут Назад Ей Вообще Пофигу На Вашу На Вашу Силостную Яму Титус Успокойся Не дел Ничего Глупого Титус Кричит Из-за Вашей Спины Корни Говорит Что Та Сучка Из Компании Свалила Баба Лили Свалила Сам Лили Погиб Что Мы Все Еще Делаем В Этой Выгребной Яме Он Осматривается По Сторонам Неожиданно Раздавленные Ситуации Морально Шанки Ребята Шанки Ломает Строй Выходит Ребята Можно я пойду У меня даже Ружия Нет Титус Как только Шанки Забегает Во двор Титус Поворачивает Своим Людям Держать Строй Если Кто-то Побежит Следом Собственно Ручно Пристрелю Все Что Мы Здесь Делаем И Делаем Вместе Они Держат Строй Остальные Мужики Остальные Остальные Останутся Даже Если Это Будет Обозначать Для них Смерть Блин Ну почему У нас Там Опция Всего Лишь Одна Была Почему У нас Нет Возможности Вот Он Человек С Ружьем Он Снайпер Почему У нас Нет Возможности Продолжить Этот Разговор Я Не Хочу Убивать Его У У Нас Есть Большая Вероятность Что Мы Убьем Потому Что Следующим Выстрелом Получим По пуле Я И Ким И Это Будет Неправильно Потому Что Этот Человек Невиновен Вот Он Сидит Сказать Пьяному Что Он Пьяный Это Только По Моему Подлить Масло В Огонь И Все Все Я Думаю Что Ну Это Ладно Пьяная Это Не Факт У Голубые Глаза Поговорить Что с ним Разговаривать Ну Смысл Какой В его глазах Мы кто Разговаривать об их Друге Погибшем Никто Даже Хуже Молча Стоять Стрельба Начнется И Ведь Мы Смогли То есть Тут Там Мы Не Загубили Вариант Со Временем Ну В разговор Что вы Пьяные Это Совершенно Все Не в Тему Единственное Конечно Что Может быть Его Убедить Что Он Совершенно Не Отдает Себе Отсчет Сейчас В том Что Происходит Как бы Неясное Сознание Но Это Очень Маловероятно Он Вас И так Уже Смотрит Вот Только Сдел Одно Движение Неосторожное И Помчится Можно Одно Очко Еще На Убедительность Воткнуть Но Это Будет В лучшем Случай 70 С Другой С Другой Если Этого Не Сделать То У Нас Уже Ничего Другого Не Будет 72 вы же пьяны посмотрите на себя и что ваше правосудие неправедное вы все в этом пожалеете аль гуль это пола которым пустынные пигмеи одурачивают нас не поддавайтесь ему это конечно прикольно мы даже освоили не слабый топик на эту тему благодаря вахтеру татуированному но я не думаю что это сейчас этим людям про выпивку ничего рассказывать не надо думаю выпили за жизнь достаточно и знают они побольше нашего хоть и это с трудом можно себе вообразить а то что ваш суд будет неправедным вы все об этом пожалеете о принятых сейчас решениях не корт вытирает пот с бровей для меня все ясно как день долбанный официальный представитель а а а а а а а а ну видимо додолбанный представитель власти Депюль Хорош уже Что это? Женский голос Ну, то есть она Взбешена Мы сейчас сюда пришли Разговоры разговаривать Перебей меня еще раз И я казню тебя на месте Его крик сопровождается Выбросами желтой пены Изо рта Это хорошо, то есть он уже Они уже не понимают Они уже начинают между собой ссориться Но, блин, неужели это был тот вариант Что один среди вас И вот он сидит с ружьем А он ружье уже зарядил, кстати Попробовать поговорить Об их друге Успех Опасно Спросите о нем Вам не нужно никаких личных фактов О их мертвом друге Он должен начать рассказ Я думаю, что вы не очень-то были хороши В роли Главаря забастовщиков Кто вы, майор? Ну, то, что мы его узнали Он скажет Ну да, типа Мне самому не нравилось То, что я делал Там еще что-нибудь Может быть, разговориться А кто вы, майор? Это, с одной стороны, нас В рамках ситуации Сохраняет С другой стороны, не факт Что вы едете на какой-то разговор И тем более Это будет как бы Насмешка Такая не очень-то из вас Получился Предводитель Кто вы, майор? Сержант-майор Рауль Картнаер Восприятие Звук Он указал Остался я, майор, такой-то Собираюсь нести Это, сравнять с землей Эту долбанную дыру Он указывает на гостиницу В то время, как Он двигается Вы слышите Легкий шорох Его брони Логика Корти Картнаер Майор Рауль Картни Картнаер Друг Лили Рауль И Лили И затем Карт продолжает Я Для того, чтобы Убивать Калечить И уничтожать За то, что Убили Изуродовали И уничтожили Издевались Над нашим Командиром Вы все Последуете За ним На тот свет Послушай Насчет вашего Лили Все говорили о нем Хорошие вещи Он был Общительно малым Банаитл 41 Это На самом деле Произошло Не так ли У него были Голубые глаза У вашего полковника При чем тут Глаза Не знаю Но его может Озадачить Потому что люди Обычно не помнят Цвета глаз Люди С которыми Ежедневно Общаются Послушайте Ваш полковник Все о нем Хорошо отзываются Он был Рассказчик Блин Он не такой уж Рассказчик Тем более У него были Трудности С Речевым аппаратом У него были Голубые глаза Но это Тут при чем Вот это Намного важнее Да Лучше личного Не касаться Но попробуем Так что Все о нем Хорошо отзываются Послушайте Люди Не могли Его убить О нем хорошо Отзываются Он был Общительным Что ты имеешь Ввиду Подобщительным Мы слышали Прощальные слова То есть Как бы Люди Как о нем Отзывались После смерти Люди Говорили Что он Был Харизматичный Ну Обходительный Малый Да Он любил Поболтать С местными Поделиться Галетами Потрогать За жопы Там Ну Аборигенов То тут То там Отличная идея Была Повесить его Он указывает На Задний двор Ну Типа Как бы В отместку Хороший Такой Общительный Человеков Такой Придумали Если бы Лили был Здесь Он бы Многим Смог С вами Поделиться Многое Рассказать Возможно Быть даже Предстрелил Кого-нибудь Так Для Страстки Но я Он Показывает На себя Я Не очень Большой Любитель Публичных Выступлений Наподобие Обезьян Я Каждого Из вас Убью За то Что вы Сделали Депьюль Готов Открыть Огонь Майор Жду Команды Завершить Ваш Полу Полковник Не заслуживает Уйти Подобным Образом Я обещаю Я найду Его Убийцу Давайте Попробуем Голубые Глаза Нам Все Что Угодно Пойдет Картмайер Улыбается Его Лицо Меняется Странным Образом Голубые Как у Ребенка Да Так Как будто Кто-то Дурацки Пошутил И Поместил Детские Глаза В тело Взрослого Человека Взрослого Мужчины Взгляд Его Был Страшен Но Вот Сучки Сучки Велись На него Совершенно Сумасшедшим Образом Я полагаю Или Я не знаю Как он на них действовал Но Перетаскал Он их немало На Синовал Образно Говоря То Что вы Рассказывали Про 41 Банайтау Это По-настоящему Произошло Да Наш Полковник Сделал То Что Должен Было Сделать Лучше Бы Пострадала Одна Дырка Чем сотни Из них Рут Показывает На него Рут Ну видимо Рут тут Подтвердит Видимо Он там был Что там Мямлет Там Но подтверждает Он любил Стрелять Из пушек По Случайным Ориентирам Просто Когда Ради того Чтобы развлечься Когда Его Обуревала Скука Лили Знал Как Командовать Такими Людьми Кимки Цураги Он был Хорошим Командиром Я вижу Как вы По нему Встакучаете Да Он бы Черт возьми Получше Командовал Чем я Но Произошло То Произошло Потому что Хайсет бил Экипт Из экипт Он указывает На Титуса И Юджина Это он Оскорбительный Приравнивает Там Педмейскими Убили его Подло И затем Повесили Так что Он чуть ли не две недели На виду У всей вашей деревни Провисел На дереве А вы Ничего не сделали Он указывает На вас Алан Слушай Чувак Мы же тебе сказали Мы По-моему Сейчас будет выстрел Сказали нам Что Он Наклоняется Вперед Че там Сказал Кто это Сказал Татуировано Говно Ты Ты умрешь Первым Они все Сейчас положат Мы ничего Уже не сможем Сделать Неужели Из-за одного Слова Вот Того Выбора Что можно было Попросить Немного времени Или сказать Что вот он У нас только оружие Только патроны Но кстати Это было бы Возможно Раскрутить Сказать Что у этих людей Нет оружия Нарезного С затворами Нету А ваш Вот он Сидит Это скорее всего Было бы Что-то там Стрянуло Блин Играть Больше 120 часов И так Облажаться На Самом последнем Шаге Это конечно Очень обидно Ваш Полковник Не заслужил Подобного Ухода Я обещаю Найду его Убийцу Найдешь Найдешь его Убийцу Мент Его убийца Стоит прямо Здесь Он Показывает На людей За вашей спиной Гадит Себе В штаны А вы Стоите Здесь Между нами И пытаетесь Защитить Я знаю Эту тактику Он Смотрит На вас И его Глаза Красная От алкоголя Глаза Руки Пальцы Играет На ручке Пистолета Ты умрешь За них Прямо здесь Сегодня Убедительность Громкое Заявление Но Вы Поймали Он Признался В том Что он Плохой Командир Маленькая Надежда Но Возможно Вы Смогли Вывести Его Состояние Равновесия Мы Можем Его Убить Но Он Не Преступник Вернее Он Не Убивал Лили Но Если Мы Его Сейчас Не Убьем Умрут Люди Которые За Нашей Спиной Стоят Мы Заставили Их Препираться Между Собой Мы Разговорили Его Заставили Сомневаться Собственное Лидерство И Сейчас Вот Он Стоит Потерян Мы Его Просто Убьем И Он Уже Сказал Что Ты Умрешь Здесь Сегодня То Если Мы Сейчас Будем Стоять Молча Может Получиться Так Что Никаких Больше Разглагольствования Не будет Просто Начнут Стрелять А Стрелять Он Сразу Стрелял В голову Не просто Так Он Был Для Страстки В ноги Стрелять Еще Куда То Он Стрелял В голову Потому Что Они Стреляют В голову Мы Без Шлема У него 8 В револьвере Патронов 1 Он Выстрелил 7 У нее Тоже Какое-то Непонятное И Ружье Ружье Перезарядил Скорее всего Болтовка То есть Однозарядная Не то Что Однозарядная Не магазинная Но Факт Там Что Всем Хватит То есть Или Мы Его Убиваем Не имея Ничего Против Него Кроме Слов Или Стоим Молча Ждем Когда Он Убьет Нас Мы Все Это Делали Для Того Чтобы Сделать Выстрел Почему Убьет опции выстрелить в человека с винтовкой. Меня единственное сдерживает то, что неправильность всего происходящего. Прямая угроза нам, людям, гражданским, которым ответить. У нас есть полное право применить оружие. И молчать мы не можем. Мы взяли слово, мы за них говорим. Если мы начнем молчать, будет выстрел. Ну блин, а. Как же несправедливо все. Но жизнь несправедлива. Да, ты умрешь за них прямо здесь сегодня. Я буду надеяться на то, что скорость реакции спасет. Если он даст команду, у нас будет еще шанс выстрелить. Молчу. Что? Язык проглотил, мент? Он гогочит. Думаешь, я тебя пощажу? Мой брат погиб. Риторика. Черт возьми этот. В самую точку. Скажи ему что-нибудь. Дай ему больше информации. Убей меня и ты никогда не узнаешь, кто по-настоящему убил этого полковника. У меня есть ценная информация. У меня есть ценная информация. Черт возьми, я... Я и Ким... Сейчас тебе прикончим. Убей меня и ты никогда не узнаешь, кто убил твоего полковника. У меня есть... Ценная информация. Черт возьми, я... Старался как мог. Мне просто нужно немного времени, чтобы распутать это убийство. Попросить снова времени? Мы уже один раз попросили. Это у нас в очень нехорошее положение поставило. Практически на грань. Если мы скажем, что убей нас, ты никогда не узнаешь, кто его убил. Он говорит, да вот они стоят, убийца. А мы говорим, что у нас есть информация. Ну, которую мы еще придержали. Да чё ж всё так сложно-то? Но надо его убедить, что... Убийца... Другой человек. Убей меня и никогда не узнаешь, кто убил этого полковника. Убийца... Корни. Рут. Человек смотрит на право. Убийца. Убийца. Скорость реакции. О, блин! вот сволочь скорость реакции избежать выстрел 28 процентов скорость реакции странный звук раздается вы чувствуете как волны разбегаются по вашей нагрудной пластине чувствуете тяжелые капли дождя а затем слышите звук катящихся костей игральных которые распределяют силу энергию пули от участка от пластины к пластине болевой порог вас подстрелили большую часть энергии набрал на себя корсет но вы все еще чувствуете как горят ваши ребра и чувствуете как легкие в легких кровь образовалась от удара кимки цураги лейтенант прицеливается лицо его бледно без малейших беззвучно он одними губами господи пожалуйста образное мышление он целится в вырез шлема руда невероятно сложный выстрел два выстрела раздаются одновременно один из лейтенант из пистолета лейтенанта а другой из пистолета депюль он направлен в кима но она промахнулась вы слышите крик за вами кто кричал глен падает и умирает в луже крови сзади вас в его груди два следа от выстрела 20 кровь бьет из него двумя красными гейзерами господи берегись вы слышите вы видите два холодных взгляда но скорость реакции теперь почему я не могу выстрелить которые смотрят на вас через дым панику и пистолет поднимающийся и направляющийся в вашу грудную клетку point blank то есть это вооружение которое обозначает абсолютно чистый выстрел ничего между нами и и пистолетом нет человек нажимает на курок можно попытаться увильнуться позвольте этому случиться и посмотреть ему в глаза увидеть его в глазах радость его глаза невероятно яркие сверкают как звезды возможно это глаза зла он и есть зло и он конец half-life death приближается смерть а почему одно очко то куда остальные делись у нас было больше скорость реакции все еще три не понял вы не могли увернуться не хватило времени что-то внутри ваших легких взрывов внизу живота взорвалось внизу живота взорвалось вашей ноги не могут вас больше держать вы падаете как тряпичная кукла болевой порог боль слишком невыносимо чтобы кричать она выталкивает воздух из ваших легких все уже погружается в темноту и вы потихоньку растворяетесь в ней попытаться открыть глаза что я увижу восприятие взгляд ничего темнота танцующие искры боли какие-то тени которые они отбрасывают это адская игра имки цураги появляется среди этих искр силуэт появляется и ползет на курточках к вам вы слышите знакомый голос переполненный страхом и волнением ты истекаешь кровью никто не хотел ничего не танцевать со мной не веселиться слишком темно не могу ничего видеть ким я лгал я вспомнил кто я я смог я все вспомнил это белая тень пахнет как абрикос всегда пахло а ну это имеется ввиду с жвачкой то есть это нас уже потихоньку кроет никто не хотел со мной ничего сделать никто не хотел со мной веселиться кимки цураги оставайся со мной ты чувствуешь горячие слезы которые текут из твоих глаз все такие злые этот глупый мир но глупый не глупый мы его защищаем все такие злые да да продолжай разговаривать лейтенант видимо просовывает руку к вашей ране слышишь меня не засыпай но вы не можете слишком сложно ваши глаза наливаются тяжестью звук голоса отдаляется вас охватывает холод ким уже где-то не рядом где-то далеко почти исчез но неожиданно вы ощущаете что-то за ним кортнер тень башня кто-то стоит здесь поднимая пистолет направляет на кима лейтенант этого не видит он пытается закрыть вашу рану обеими руками прижать скорость реакции крикнуть сейчас ким нет вы смогли это выкрикнуть и направить пистолет ваша рука дрожит и страха все закончилось ту же секунду не было никакой возможности для колебаний лейтенант двинулся как ослабленная пружина схватил пистолет из вашей окровавленной руки и выстрел себе за спину вы услышали рев боли крик смерти затем звук исчез так как будто кто-то остановил воспроизведение пленки воздушающаяся фигура исчезла так же как и ким а затем и весь мир провалиться в темноту и и и и и и